Вопросы развития муниципальных образований, входящих в арктическую зону, в частности поселений Ненецкого округа, вынесут на рассмотрение Ассоциации арктических муниципалитетов, заседание которой состоится в рамках Международной арктической конференции «Арктика. Территория диалога». Она пройдет в конце марта в Архангельске. Вопросы, которые требуют решения на федеральном уровне, в преддверии конференции сегодня обсудили глава региона Игорь Кошин и глава Заполярного района Алексей Михеев. В списке проблем, которые Заполярный район намеревается вынести на рассмотрение Ассоциации арктических муниципалитетов, всего пять пунктов, но содержательных и крайне актуальных для Ненецкого округа. Один из них касается организации снегоходных маршрутов. Окружной закон, определяющий понятие снегоходных трасс, рассматривался почти год, но погряз в непреодолимых препятствиях Водного кодекса России. Две его статьи ограничивают движение по водным объектам в зимнее время. Общий порядок такой. Любое пользование водным объектом проходит на основании договора водопользования. Договор водопользования заключается по результатам аукциона. На нашей территории 6800 водных объектов. Поэтому понимаем, что процедура такая очень серьезная. Ручеек «Надежда» кроется в одной из статей Водного кодекса, согласно которой разрешено без договора водопользования передвигаться по водным объектам на маломерных лодках. Алексей Михеев предлагает инициировать внесение изменений в данную статью, дополнив ее разрешением передвигаться без необходимых договоров на снегоходной технике или снегоболотоходах в зимний период. Вторая проблема касается темы авиации. В частности, внесение изменений в постановление правительства по субсидированию приобретения воздушных судов. Сейчас, например, невозможно получить часть затрат на уплату лизинговых или арендных платежей из федерального бюджета на вертолетную технику. А она для нашего округа без преувеличения является универсальной и самой востребованной. Впрочем, отчасти эта проблема уже решена. Мы отработали с Министерством транспорта, с Министерством промышленности и Мантов, Соколов в курсе этих проблем. Мы пытаемся решить, поэтому здесь будут только в помощи. Я думаю, что надо поднимать этот вопрос обязательно. С тем, чтобы все-таки постановление 12.12, у нас прошли вертолеты. По ТВСам почти мы этот вопрос уже решили. Я думаю, что в этом году мы получим, значит, авиаторяд получит компенсацию. По ТВСам немножко проще. По вертолетам сложнее, но вроде как находится понимание, что вертолеты, которые предназначены под пассажирские перевозки на внутренних региональных авиалиниях, я думаю, что с совместными усилиями мы получим такую возможность. В списке обозначенных проблем и передачи системы ЖКХ в концессию для арктических регионов в решении этого вопроса подход должен быть особо взвешенным. Ведь речь прежде всего идет о безопасности, а не о прибыли частных компаний. На сегодняшний день сложилась очень четко работающая структура. В нашем случае это северный компсервис, зато мы четко понимаем, что у нас каждый населенный пункт всегда будет с электричеством и всегда будет с теплом. Да, это удовольствие довольно-таки дорогое. Да, у нас по отдельным поселениям там доходит до 70 рублей стоимость киловатта, да, фактическая. Средняя очень высокая. Мы тормозим там развитие дополнительного производства, но здесь в первую очередь, конечно же, гарантия. Поэтому и стабильная работа предприятия, стабильное оказание услуг. Передавать систему ЖКХ в концессию или наделить этими полномочиями МУПы или ГУПы должно стать прерогативой регионов. Именно такое предложение, отметил глава Заполярного района, необходимо вынести на обсуждение Ассоциации арктических муниципалитетов. Еще одна инициатива направлена на усовершенствование лицензионно-разрешительной системы. Сейчас эти функции от полиции переданы Росгвардии. Следовательно, проводить оперативную работу имеющимися силами вновь образованной структуре на огромной территории региона просто-напросто невозможно. Мои предложения это и озвучили, что как-то они совместный приказ, может быть, сделали именно в части труднодоступных мест, там, где, может быть, эти функции частично хотя бы могли исполнять участковую полномочию. То есть на сегодня до введения закона все работало достаточно неплохо, с моей точки зрения. Пятая тема, обозначенная как самая больная, это отходы. Здесь необходимо менять санпины. Они должны быть разными, например, для Воронежа и Ненецкого округа. Подводя итоги встреч, глава региона отметил, решение всех озвученных проблем возможно. Для этого в настоящий момент есть все необходимые рычаги взаимодействия. Мария Владимирова, Вадим Носкин, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова